Привет, мои сладкие малыши! Вы, наверное, видели уже название видео и думаете, ого, неужели она наконец-то снимет это видео с рум-туром? Видео с рум-туром в новой хаты класс. Не прошло и 4 года. Все, еще страннее. Котик, не кусай мою ногу. Поцелуй меня. Я покажу вам и мой новый рум-тур, потом еще. Хата-тур. Большая, маленькая или средняя квартира челлендж! Ой, нет, это же контент Влада Бумаги. Ой. Так, пойдем в мою комнату. И бам-бам-бам-бам-бам. Первое, что мы с вами здесь видим, это кастомные комодки. Я его делала полностью сама. У меня даже есть видос. Почему здесь лежит тысячи в целлофанчике, Господи? Какой ужас. Заберем маленький штатив. Ну, что, мои сладкие малыши, сейчас буду показывать вам рум-тур. Но для начала, я считаю, надо привести себя в порядок, потому что вот это вот. Все, это не круто. Надо хотя бы голову мыть, хотя бы иногда, понимаете? Хотя бы когда снимаешь рум-тур. Ура, я помыла голову. Короче, у меня появился новый фен. Вот такая вот офигенная фен-щетка. Хочу вам похвастаться и заодно показать, попробовать сделать вкладку на моих вот этих вот волосах новых, потому что я, честно, еще ни разу не успела сделать вкладку на эти волосы, только посушить. Я решила, короче, голову сейчас на две части разделить и попробовать два разных вида укладки, а вы потом скажете, какая на мне смотрится лучше. У меня вот такая вот щетка от Ремингтон, она делает профессиональную укладку при помощи воздуха. Тут, смотрите, есть три режима. Две скорости и особое керамическое покрытие. Мойстер лак. А еще этот стайлер безопасен для волос, так как имеет особый бережный режим укладки HydroCare для укладки волос при более низкой температуре, но при снижении эффективности стайлинга, которая передает волосам во время укладки особые микрокондиционеры и помогает сохранить баланс влаги. И, кстати, классная фича. Ионное кондиционирование. Волосы и не спутываются, и не так сильно пушатся после укладки. С одной стороны, сделали так. Посмотрите на их естественный объем, который сразу появился у моих волос. Волосы совсем не пушатся, и пока я зашила их, у меня ни разу они даже не спутались. Ну, и сейчас, понятное дело, что тоже нет. Кстати, еще один нереальный плюс фенщетки от Ремингтона, она создает нереальный объем. Комбинированная щетина приподнимает волосы. Овальная насадка позволяет осуществить укладку от самих корней. Короче, с этой стороны, решила сделать волосы сюда. С этой стороны, решила просто сделать объемные и уложить их сюда. Не знаю, как вам больше нравится. Мне, кстати, кажется, что так выглядит прикольно, хотя я это первый раз вообще попробовала сделать. Честно говоря, я эту вещь просто, наверное, ждала всю мою жизнь, потому что это великолепно. Эх, мечты, мечты. Хорошо, когда они сбываются. Очень рекомендую присмотреться. Заказать сейн-щетку можно в Вальдорадо. У них на сайте или в удобном приложении. Мобильном. Всегда очень выгодные цены и быстрая, кстати говоря, доставка. На самом деле, эта гардеробная, кажется, сильно меньше, чем та гардеробная, которая у меня была в доме. Но, несмотря на это, здесь места как будто в миллион раз больше. У меня даже верхние шкафы, они совершенно не заняты. Там просто всякий мусор валяется, типа летняя пляжная одежда, которая еще не нужна. Здесь, получается, вот комната полноценная, вот комната практически полноценная. Здесь, если была бы стена, это была бы, ну, обычная комната, сюда можно спокойно поставить кровать. Она гораздо больше, чем кажется на видео, на самом деле. И здесь также у меня есть ванная, my bathroom. Давайте посмотрим. Yes. Итак, что здесь у нас есть? Здесь у нас есть ванна, душ, перегородка. Есть полноценная комната, где только душ, но здесь не так. Здесь вот такое вот огромное-огромное зеркало. Целая куча всевозможной моей фигни уже везде валяется. Я уже умудрилась тут сделать много макияжей, поэтому у меня лежат мои кисти, которые нужно помыть. Ну и в целом пока здесь все выглядит достаточно цивильно. Что у меня находится внутри, честно говоря, я не особо говорю желание показывать, но примерно вот по этой причине. Я не знаю, куда вешат крючки для полотенец. Куда вешат крючки для полотенец? Ну, типа, знаете, чтобы умываться. Сюда, я не знаю, я еще не придумала. Потом зеркало, которое тоже нужно повесить. Держать до туалетки, потому что пока она всегда стоит здесь. Кстати, а где туалет-то? Про зеркало, что у меня закончилась туалетка. Боже, я сказала, что я хочу в этом видео выглядеть хорошо, в итоге я сделала только укладку. Почему я не сделала макияж? Ладно, сейчас мы закончим с вами вот с этим. Вот я переоденусь в нормальную одежду и сделаю макияж. И дальше будет sexy observe my own tears. Ну, короче, здесь у нас все для того, чтобы делать себе шедевр и маникюрный дизайн. Ну, вот, как вот, денег мне сделали. Давайте посмотрим на реакцию людей на мой маникюр. Так, я уже вижу, что тут какой-то... Это если я буду делать маникюр, вот он будет выглядеть вот так. А ты никогда не делала маникюр? Нет. А вот это что? Это глаз, розочка, пися, что это? Какой кошмар. Веселое видео было бы смотреть, если не видели. Потом тут у меня тоже лежит целая куча всего всякого хлама. Пока все еще это просто буквально валяется. И да, кстати, это все самое нужное, что я перевезла из того жилища. Здесь практически ни хрена пока не лежит. Только тряпочка там, сухой шампунь, щицы. И в этой стойке у меня, ну, тоже валяется тряпочка, дезодорант и всякая такая вот фигня для волос в основном. Ну, ребят, это туалет. Туалет на ёрышек. Блин, сейчас будет вообще очень странный вопрос, но я хочу, чтобы вы на него ответили. Недавно мы с друзьями обсуждали такую тему. Короче, вот когда вы, например, живете с парнем или с подругой, неважно, просто другим человеком, вам норм одновременно вместе с ним ходить в туалет? То есть, например, пока один сшит, а второй зубы чистит. Здесь у меня лежат сумки всякие, мои парики. Просто свалка реально париков, всяких косплей, костюмов и деталей. Нужно все это будет почистить, отдельное место им найти, конечно же. Сумки, 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 сумки. Маска для Бакуга. Сумки, 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 сумки. Там тоже сумки, 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 сумки. У меня очень много сумок, но ношу я только три. Пока я не показываю вам в целом всю мою комнату, хочу немножко вам похвастаться, или даже не похвастаться, я не знаю, как это сказать, моими новыми палетками. И, между прочим, мне их никто не присылал. Заплатила за них деньги сама. Вот, кимчи шик. А теперь мои сладкие малыши превращаем из вот этого вот в сразу шабо-сравшу в настоящего Кири Шмакуна. Чтобы всякие разные бабки наконец-то смогли нас с вами полюбить. Отстой, я расковыряла прыщ. Зачем люди ковыряют прыщи? Кстати, еще я заказала 4 пинцета. Я не знаю, зачем мне 4 пинцета, но они тоже были в наборе, и я подумала, решила, что почему бы и нет. Вот этот оказался самый прикольный. Видите, у него такие тонкие штучки, и он прям прикольно вырывает брови. Звучит неоднозначно. Кстати, если вы знаете, для чего разные насадки для пинцета, напишите, пожалуйста, потому что я реально хозе. Я просто купила, что было, а потом до меня отошла, что они разные. Давно не снимала прям бьюти-бьюти видео, ребят. Если вам эта тема вообще еще актуальна и интересна, то напишите, пожалуйста, потому что в целом, мне кажется, что как-то вообще бьюти-тематика перестала особо у кого-то заходить. Я столько вроде интересных идей прикольных реализую, а вот вам это как будто бы неинтересно. Но чтобы вы хотели, например, вот на полном сервисе больше охоты посмотрели, мою переделку хаты в аниме-хату, у меня буквально есть целый план. Или все-таки вам интереснее посмотреть какой-нибудь макияж. Недавно одна из моих подписчиц в инстаграме сделала мне вот такой вот рисунок. Хочу повторить макияж, как на этом рисунке, на мне же. Кстати, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм. Что вы не подписывайтесь на мой инстаграм? Там же прикольные фотки. Я прямо над ним после времени запариваюсь. А еще не часто туда что-то пащу, и вас не задолбает мой инстаграм. Ты иногда бывает подписываешься на человека, а он там 100-500 миллионов тысяч stories, фото каждый день, там, по 20 штук, а у меня такого нет. Я решила, что у меня инстаграм должен быть качественный, лучше пасти туда редко, но метко, чтобы красиво и классно было, вот. И вообще, подписывайтесь, пожалуйста. Вот что с этим делать? Это буквально тон на тряпке. Господи, что? Как это убрать? Выглядит ужасно. Как высота по носу. Для этого образа красные линзы еще нужны. А, неужели я нашла их сразу? Выглядит даже так приколдесно. У меня есть больная идея. Короче, у меня в новом жилище два туалета. Один, типа, гостевой, второй мой. Вот, но я сразу, когда все при ко мне в гости приходят, говорю, ко мне в толкань не заходить, потому что там обычно ужасный срач, и, типа, у меня там постоянно разбросана косметика. А потом у меня появилась идея, она очень долбанутая, но скажите, что вы думаете. Может быть, давать людям эксклюзивный доступ в мой туалет, но взамен на фотографию, то есть, если каждый, кто захочет пойти в мой туалет, должен будет сделать фото на инстакс. А потом я буду клеить на дверь туалета фотографию людей, которые там были. Тупо, да? А мне нравится. Так что, ребята, если вдруг хотите в мой туалет, то вам придется расплатиться фотографией, и чтобы вот вас не постигла карма ужасного маникюра. Не спрашивайте, почему я еще раз в этом маникюре, я все равно вам отвечу. Мне скоро нужны длинные красные ногти, потому что я еду сниматься в образе Миссы. У нее красные ногти. Ждите новые фотки в моем инстаграме. Я не знаю, когда они будут, но они однажды будут. Все. В итоге я не воспользовалась ни одной из новых палеток. Ужасно. Ну что, мои сладкие малыши? У меня, как вы видите, здесь новое кресло. Оно такое же, как было раньше, но только лучшее, потому что оно новое. Очень люблю это кресло, просто мой кресленный краш. Далее вы можете наблюдать в моей комнате, здесь висят всевозможные шмотки. В принципе, эта штука, она переехала с моего того дома. Здесь висят все так же мои, в первую очередь, косплей, всевозможные одеяния, раздеяния. Здесь у нас все на свете. У меня даже косплей на Инна появился, у меня друг с Шелл мой. Косплей полноценный, между прочим. Очень дорогая кастомная вещь, очень круто. Посмотрите на качество материала. Она выглядит реально как старая ткань, ну, потому что для персонажа так и нужно. Вот. И в основном здесь находятся одежды, которые я ношу чаще всего в обычной повседневной жизни. Здесь же у меня целая куча цепей. Здесь у меня моя любимая сумка. Здесь всевозможные брелочки. А это зона, которая буквально молит о спасении, но спасения все еще нет. Мои абсолютно легендарные шкафы под косметоз. И почему же они молят о спасении, спросите вы. Да потому что, когда у меня недавно был переезд, и мне строители все это перевозили, короче говоря, все перемешалось в одну большую мусорную свалку. И скоро нас с вами, дорогие мои сладкие малыши, ждет, что ждет полная перестановка всего этого добра. Тут нужно делать полное расхламление. Также в этом углу у меня находятся мои любимые рога, моя корона, которую я красила самостоятельно, чтобы пойти на фотосессию. В итоге фотосессия оказалась такая себе, очень грустная. Было потрачено много времени, усилий. Ну, хотя бы у меня есть корона. Здесь лежат тоже останки был и роскоши, когда я еще увлекалась парфюмами. Сейчас вообще ими не пользуюсь. Ну, какие-то там штуки стоят. Чаще всего я пользуюсь этим, потому что он выглядит прикольно. Остальное неинтересно. А это были мои самые любимые детские духи, которые я использовала в школу, потому что мне нравилось быть 12-летней секси. Если честно, мне очень нравится моя комната. Вот это вот я в диком восторге, потому что здесь все сделано под мое удобство. Но самое главное, что у меня есть, это мой футон. Я знаю, что я задолбала всех со своими сранными футонами, но я просто не могу передать, насколько футон охренительная вещь. В чем поинт? Я лежу буквально у окон, и каждое утро, так как у меня полностью панорамные окна во всем моем жилище, я просто просыпаюсь, и сразу у меня вид на город. Если сейчас было бы солнце, было бы красиво, а так, ну, в принципе, просто сейчас белый свет, потому что погода не очень. Футон, ну, где-то 2 на 2, то есть он достаточно огромный. И просто, понимаете, проколдается в том, что этот футон можно левать мне сложить, и у тебя получается диван. Сейчас я это и сделаю. И у тебя сразу появляется огромное пространство и диван. Или эту штуку можно полностью сложить, а куда-то ее унести, потому что она достаточно компактная и не бесит. Чем футон отличается от, например, дивана? Очень многие друзья у меня спрашивали, типа, на чем отличие? Нафиг на тебе футон купися, просто раскладной диван и не парься. Этот футон весит несколько килограмм. Он весит меньше, чем мой код. Поэтому, если мне просто не нравится, что он находится, я хочу сделать перестановку, это занимает, ну, вообще никаких сил. Кстати, наверху у меня софтбокс. Вы можете спросить? Футон, я просто счастлива. Никогда в своей жизни я не была счастливее, чем тот момент, пока я не купила себе футон. Вы понимаете, какой сериализм. Да, я такой человек. Сейчас это странная крень. А это, для меня, девочки, это специальный свет, который как бы софтбокс, то есть дает студийное освещение. У него там миллиарда одна функция по свету. Тут можно сделать эффект солнечного дня, эффект заката. Короче, вообще очень крутая штука. Вчера ночи, когда я спала, мне пришла в голову мысль заказать себе большую неоновую красную вывеску, повесить ее над моим футоном и написать там каким-то, знаете, таким, типа а-ля, ну, вот таким вот шрифтом, хорошо, что я еще жива. Ну, и типа, чтобы когда я просыпалась такая, смотрела, блин, да, я проснулась, я все еще жива, это хорошо. Я обещала вам, что я переоденусь, блин, а потом я хожу вот так вот, ужасно. Так, нам надо переодеться. Возможно, с этим вы заметили, что у меня здесь вообще никакой верхней одежды не есть, только футболки, топы, но его немного юбок. У меня есть еще одна гардеробная, там прям большая отдельная комната, она размером вот с эту комнату, и там уже, да, там и верхняя одежда, и обувь, потому что здесь только сумки и вот это вот все. Ладно, я обещала вам выглядеть лучше, поэтому я переоделась, я буду сегодня вот такая вот, типа, сегодня я такова. А привязка мне очень нравится, она прям класс. И с этим была очень класс, но мне, короче, нужно здесь заставить, добавить какой-то фоггерс. Это одна из моих любимых зон, она называется акушерство, вот, ну почему бы нет. И здесь, конечно же, куча моей косметики, и вот еще новая косметика, и этого мне не хватает. Нужна еще одна палка для косметики. Я чувствую, что с такими темпами через несколько лет у меня просто, вы знаете, я буду жить уже на складе, буквально на складе, и там будет все в косметике. Я не знаю, зачем мне это. Я даже сегодня не попробовала ни одну новую палетку, понимаете. Сегодня я такая, о, у меня новый классный палетки, я буду ими красить. И такая, а, возьму старую палетку и сделаю вот это. Ну что, мой сладкий пирожочек, будем сейчас тебе распаковывать. Я даже не помню, что там за стол уже. Давайте его сделаем. Собираем мебель из икеи, как сильные независимые женщины на кошечке. Господи, она чистая, нигде мои панцы не будут зеленые, а то их не долго будет. Когда я вот так вот изменила имидж, мне резко стало писать целая куча как-то хабриджных мужчин, в том, что я вообще всралась. В этой жизни ничего мне больше не поможет, и я очень страшная, и единственные шансы спасения это пластическая операция. Вот. Где, да? Почему вообще современные мужчины считают, что они имеют какое-то влияние на внешность женщин? Чипа ты реально считаешь, что ты рандом из интернетов, который написал мне пару комментариев? Ну, что типа, мне не пофиг на тебя. Мне не пофиг на тебя только в формате того, что я поднимаю эту тему, потому что очень многие могут все еще из-за этого переживать. Особенно, например, подростки, вообще неформированная психика. А я такого не хочу. Поэтому вот не слушайте таких мужиков. Если вам говорят, что женщина должна быть женственной, у нее должны быть длинные волосы, сошлите эту челю-ка нахуй. Я хотела показать сборку этого шкафа, но у меня все труселя были наружу, поэтому вот. Я задолбалась это собирать, с этим нахтем было ужасно. Я даже прекратила снимать, потому что меня бомбило. В конечном итоге я собрала это обоснование. Теперь у меня есть вот такая вот телета для косметики. Осталось собрать косметику и притащить ее сюда. Так, на новую косметику я положу на новую стойку. Здесь у меня будут туалетки мои. Поставим сюда кисти. Поставим сюда еще одни кисти. И поставим сюда сразу вот эту штуку, потому что будет так удобнее. Зеркало туда вниз. Здесь у меня пока еще срач, потому что я не перевезла свой основной компьютер. У меня есть только макбук, но он валяется в другой комнате. Тут даже не хочу ничего показывать, потому что там полный пиздео. А еще у меня недавно был Дереви, и, конечно же, мне надарили Кочечева с Геройкой. У меня буквально все дарили на Дереви с Догеройкой. Я просто в ужасе. Скоро я превращусь в Бакуга. Короче, мне подарила Тирка вот такой вот потрясающий флаг, или я даже не знаю, что это. Изначально должна была быть картина, но в итоге это просто кусочек тряпки. Я считаю, что это еще лучше, чем если бы это была картина, поэтому мы это повесим вот сюда, во голове дивана. Вот. Ну что, мои сладкие малыши, вот так вот и получается. Я считаю, что достаточно взрывно. Это взрывно.